Бахчисарайский фонтан – уникальное произведение Александра Сергеевича Пушкина, написанное поэтом доступным и понятным языком, лаконично и гениально. История создания поэмы связана с южной ссылкой Пушкина. Перед тем, как отправиться в Кишинев, он в 1820 году гостил в доме Раевских в Бахчисарае. Впечатления от посещения Бахчисарайского дворца крымских ханов, а также легенда о фонтане слез, которую поэт услышал от некой женщины, легли в основу произведения. Первое издание поэмы «Бахчисарайский фонтан» вышло из печати в Петербурге в 1824 году. Читающая публика приняла ее с восторгом. Она поразила современников свободой композиции, экзотическим колоритом, описанием, слогом. Основной темой произведения является любовь воображаемых героинь поэмы Марии и Заремы. Подобранные образы помогают, словно бы вживую, увидеть красоту описываемых мест, прочувствовать всю трагичность судьбы двух женщин. Настала ночь, покрылись тенью тавриды сладостные поля. Вдали, под тихой лавров сенью, я слышу пенье соловья. За хором звезд луна восходит, она с безоблачных небес на долы, на холмы, на лес сиянье томное наводит. Покрыты белой пеленой, как тени легкие мелькая, по улицам бахчисарая, из дома в дом, одна к другой, простых татар спешат супруги делить вечерние досуги. Дворец утих, уснул гарем, объятый негой безмятежной, не прерывается ничем спокойство ночи. Страш надежный дозором обошел эвнух. Теперь он спит, но страх прилежный тревожит в нем и спящий дух. Измен всечастных ожиданье покоя не дает уму. То чей-то шорох, то шептанье, то крики чудятся ему. Обманутый неверным слухом, он пробуждается, дрожит, напуганным, приникнув ухом, но все кругом его молчит. Одни фонтаны сладкозвучны из мраморной темницы бьют, И с милой розой неразлучны во мраке соловьи поют. Эвнух еще им долго внемлет, и снова сон его объемлет. Как милы темные красы ночей роскошного востока, Как сладко льются их часы для обожателей пророка, Какая нега в их домах, в очаровательных садах, В тиши гаремов безопасных, Где под влиянием луны Все полно тайн и тишины и вдохновений сладострастных. Все жены спят, не спит одна, Едва дыша встает она, идет, Рукою торопливой открыла дверь, По тьме ночной ступает легкою ногой, В дремоте чуткой пугливой Пред ней лежит эвнух седой, Ах, сердце в нем неумолимо, Обманчив сна его покой, Как дух она проходит мимо. Пред нею дверь, с недоумением Ее дрожащая рука коснулась верного замка, Вошла, взирает с изумлением, И тайный страх в нее проник, Лампады свет уединенный, Кивот печально озаренный, Пречистой девы кроткий лик, И крест любви символ священный. Грузинка, все в душе твоей Родное что-то пробудило, Все звуками забытых дней Невнятно вдруг заговорило. Пред ней покоилась княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты оживлялись, И слез, являя свежий след, Улыбкой томной озарялись, Так озаряет лунный свет Дождем отягощенный цвет. Спорхнувшись небо, Сын Эдема, Казалось, ангел почивал, И сонные слезы проливал О бедной пленнице Гарема. Увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась грудь ее тоской, Невольно клонятся колени И молит. Жалься надо мной, Не отвергай моих молений, Ее слова, движенья, стон, Прервали девы тихий сон. Княжна со страхом пред собою Молодую незнакомку зрит, В смятенье трепетной рукою Ее подъемля говорит. Кто ты? Одна, порой ночною, Зачем ты здесь? Я шла к тебе, Спаси меня, В моей судьбе Одна надежда мне осталась. Я долго счастьем наслаждалась, Была беспечней день одня, И тень блаженства миновалась, Я гибну, Выслушай меня. Родилась я не здесь, Далеко, далеко, Но минувших дней Предметы в памяти моей До ныне врезаны глубоко. Я помню горы в небесах, Потоки жаркие в горах, Непроходимые дубравы, Другой закон, Другие нравы. Но почему, Какой судьбой Я край оставила родной, Не знаю. Помню только море И человека в вышине Над парусами. Страх и горе Да ныне чужды были мне, Я в безмятежной тишине В тени гарема расцветала, И первых опытов любви Послушным сердцем ожидала. Желания тайные мои Сбылись. Гирей для мирной неги Войну кровавую презрел, Пресек ужасные набеги И свой гарем Опять узрел. Предхана в смутном ожидании Предстали мы. Он светлый взор Остановил на мне В молчании, Позвал меня. И с этих пор Мы в беспрерывном упоенье Дышали счастьем. И ни раз Ни клевета, Ни подозренья, Ни злобной ревности, Мученья, Ни скука Не смущала нас. Мария, Ты пред ним явилась, Увы, С тех пор его душа Преступной думой Омрачилась. Гирей, Измен ее душа Моих не слушает укоров, Ему докучен сердца стон, Ни прежних чувств, Ни разговоров Со мною не находит он. Ты преступленью Непричастна. Я знаю, Не твоя вина. Итак, послушай, Я прекрасна. Во всем гареме Ты одна Могла б еще мне быть опасна. Но я Для страсти рождена. Но ты любить, Как я, не можешь. Зачем же Хладной красотой Ты сердце Слабое Тревожишь. Оставь, Гирея, Мне, Он мой. На мне Горят Его Лапзанья. Он Клятвы Страшные Мне дал. Давно Все думы, Все желания Гирей С моими Сочетал. Меня Убьет Его Измена. Я Плачу. Видишь, Я Колено Теперь Склоняю Пред тобой. Молю, Винить Тебя Не смея. Отдай Мне Радость И покой. Отдай Мне Прежнего Гирея. Не Возражай Мне Ничего. Он Мой. Он Ослеплен Тобою. Презреньем, Просьбою, Тоскою. Чем Хочешь, Отврати Его. Клянись. Хоть Я Для Алкарана Между Наневольницами Хана Забыла Веру Прежних Дней. Но Вера Матери Моей Была Твоя. Клянись Мне Ею Зарему Возвратить Гирею. Но Слушай, Если Я Должна Тебе Кинжалом Я Владею. Я Близ Кавказа Рождена. Сказав, Исчезла Вдруг. За Нею Не Смеет Следовать Княжна. Невинной Деве Непонятен Язык Мучительных Страстей. Но Голос Их Ей Смутно Внятен. Он Странен. Он Ужасен Ей. Какие Слезы Моленья Ее Спасут От Посрамления. Что Ждет Ее? Уже Ли Ей Остаток Горьких Юных Дней Провесть Наложницей Презренной? О, Боже, Если Багирей В ее Темнице Отдаленной Забыл Несчастную Навек Или Кончиной Ускоренной Унылые Дни Ее Пресек С Какую Прадостью Мария Оставила Печальный Свет Мгновения Жизни Дорогие Давно Прошли Давно Их Нет Что Делать Ей В пустыне Мира Уж Ей Пора Марию Ждут И В небесах Налона Мира Родной Улыбкою Зовут Промчались Дни Марии Нет Мгновенно Сирота Почила Она Давно Желанный Свет Как Новый Ангел Озарила Но Что же В гроб Ее Свело Тоскаль Неволи Безнадежной Болезнь Или Другое Зло Кто Знает Нет Марии Нежной Дворец Угрюмый Опустел Его Гирей Опять Оставил Столпой Татар В чужой Предел Он Злой Набег Опять Направил Он Снова В бурях Боевых Несется Мрачный Кровожадный Но В сердце Хана Чувств Иных Томится Пламень Безотрадный Он Часто В сечах Роковых Подъемлет Саблю И С размаха Недвижим Остается Вдруг Глядит С безумием Вокруг Бледнеет Будто Полный Страха И Что-то Шепчет И Порой Горючие Слезы Льет Рекой Забытый Преданный Призренью Горим Горем Горем Не Зрит Его Лица Там Обреченные Мученью Под Стражей Хладного Скопца Стареют Жены Между Ними Давно Грузинки Нет Она Горема Стражами Немыми В пучину Вот Опущена В ту ночь Как умерла Книжна Свершилось И ее Страдание Какая Б не была Вина Ужасно Было Наказание Наказание Продолжение следует...